Коллеги, вы вновь смотрите Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я представляю компанию Kedragor Eco. Мы молодой, но быстро развивающийся эко-бренд, в истоках которого стоим я и моя сестра Ольга. Ее, к сожалению, сегодня с нами нет. Она работает на стенде, на передовой. Поэтому я и она, я за нее. Олечка без отрыва от производства пустила сестру к нам на интервью, а сама не покидает стенд, предлагает всем покупателям, желающим попробовать, наверное, ваши продукты. У нас проходит дегустация, кстати. Зал 2-3, стенд Республика Алтай. Как все начиналось? Я и моя сестра, мы родом с Алтая, непосредственно с Телецкого озера. Алтай, он вообще большой, но, на наш взгляд, Телецкое озеро – это жемчужина и самое красивое место на данный момент для нас в мире. Ну и на Алтае непосредственно. И так получилось, что 3 года назад я переехала в Санкт-Петербург. Я очень скучала по Алтаю, настолько сильно, что решила в прошлом году привезти Алтай в Питер. Так получился, так случился наш эко-бренд. Кедрагор Эко. Кедрагор, потому что на Телецком озере горы, покрытые кедром. Все просто. Ваш бренд выпускает мед или что-то еще? Вот какая у вас линейка продуктов? Расскажите, очень-очень интересно. Можем даже баночки показать, потому что… У нас несколько линий продукции. Конечно же, мед. У нас три вида горного меда. Это мед васильковый, дягилевый и разнодравие. Причем каждый мед, он отличается каким-то своим уникальным свойством. Например, мед васильковый очень хорошо подходит для людей с чувствительным желудком. Он мягко обволакивает и успокаивает. Мед дягилевый собирается с лекарственного растения. Поэтому, если мы говорим о каких-то противопростудных историях, о укреплении иммунитета, то он подходит для этого лучше всего. Мед разнотравие, он мягкий, кремообразный. Про него говорят вкус детства обычно. Помимо меда у нас есть пчелопродукты. Это, конечно же, пыльца. Вот я ее с собой взяла. Пирга и маточное молоко. Они подходят для укрепления иммунитета в качестве витаминных комплексов. Как раз такие переходные периоды, особенно весна, осень, когда наш организм особенно нуждается в поддержке. Также у нас есть травяной чай, иммунный и успокоительный. Он сделан из трав, собранных на Телецком озере. Причем у него есть такая интересная особенность. Мы не перетираем травы в мелкую труху, мы собираем и пакуем крупными соцветиями. Так что, заваривая чай, вы можете разглядеть, где какая травка. И еще у нас есть линия эко-косметики. Это крема на основе пчелиного воска, это гигиеническая помада на основе живицы и пчелиного воска. И у нас также есть натуральное мыло на кедровой подставочке. Ну вот, кажется, ничего не забыла. Подскажите, вы уже представлены в каких-то ритейлах или вы как раз пришли на выставку для того, чтобы показать себя нашим ритейлерам, чтобы они взяли у вас в свою продуктную сетку? Ну, так как мы молодой бренд, для нас еще все впереди. Мы очень хотим присутствовать в эко-маркетах. Мы очень хотим иметь представителей и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но пока нас можно купить на нашем сайте. Мы активно развиваем в Инстаграм. И также можно купить в Санкт-Петербурге у меня. Я по совместительству мастер массажа, и у меня есть полочка. Да, и в принципе всех своих клиентов я всегда угощаю травяным чаем и нашим медом. Счастливцы, друзья из Санкт-Петербурга. У вас есть прекрасный человек, который может сделать массаж, угостить прекрасным чаем, и еще натереть вас медом, так что не заболеете никогда. Какие планы на следующий год? Как расширяться? Может быть, линейку продуктов расширить? Может быть, расширить свое внедрение именно в магазины, в ритейлы? Больше представляться в регионах? Нам бы хотелось больше развиваться именно в больших городах. Потому что если на Алтае все еще знают о пользе натуральных продуктов, то в больших городах такие истории называют белым золотом. И вы знаете, мы живем в такое интересное время, когда айфон есть практически у каждого человека. И этим никого не удивишь. Но когда люди пробуют мед или чувствуют запах травяного чая, у них начинают гореть глаза от восторга, и они бросают все айфоны, все ценности материальные уходят на второй план. И действительно, в мегаполисе, с плохой экологией, с пасмурным климатом, особенно если говорить о Санкт-Петербурге, поддержка иммунитета, забота о здоровье является ведущим направлением. Поэтому мы держим курс на большие города. Мы бы хотели появиться в эко-маркетах и расширить линию продукции. Например, мне бы хотелось добавить в линейку больше эко-косметики и средств для ухода за кожей. Например, кедровое масло, смешанное с живицей. Но это просто эликсир молодости, хотя мало кто об этом знает. Поэтому эко-маркеты, эко-косметика и мегаполисы. Я лишь могу пожелать вам удачи и успехов в этом поприще. И надеюсь увидеть вас в следующем году на нашей выставке еще с более широкой линейкой продуктов и уже с выставленными вашими продуктами во всех ритейлах нашей необъятной Родины. Спасибо большое. Благодарю.